ПЕСНЯ Все началось с того момента, когда я поспорил со своим папой, что я пойду учиться на театральной, и у меня получится. Он сказал, что все твои увлечения в школе, ты читаешь стихи, какие-то конкурсы, и все это сейчас такое глупое. Иди учиться куда-нибудь на электрика или на строителя, как я, и все будет хорошо. Я даже ради этого сдавал экзамен в дополнительный ЕГЭ-физику. То есть у меня была физика, но поскольку я держал в голове театральный институт, я сдавал еще и литературу. Я поступил и в политехнический наш, и в строяк, и в ЖД, и везде, причем на бюджет. И тут, конечно, началось самое страшное. Он говорит, что все, иди, ты поступил на бюджет. А тут я говорю, что я хочу попробовать просто. Попробовать поступить, учиться на актер. Первый раз прийти в огромный коллектив, где сидят заслуженные артисты, и кого-то ты знаешь в лицо, кого-то не знаешь. Ну, это очень напряжно. Энергия, на самом деле, у актеров, она всегда очень сильная. Вот бывает иногда в жизни, увидишь актера и не заметишь его, но когда он находится в своей среде, вот даже вот в обществе среди, это было страшно. Но так как-то вот все само пошло. Коллектив, я представлял, на самом деле, что намного будет тяжелее и сложнее. Очень легко было с людьми начать общаться. Очень многие люди пошли сразу в какое-то активное общение с тобой, как-то тебя приняли. Вот. Поэтому никаких проблем с этим не было. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Подлинную историю, подлинной работы. Не пух, не пера. С Богом. Сейчас мы репетируем, и артисты, которые взрослее, старше, опытнее, они всегда дают какие-то советы. Они постоянно как-то тебя пытаются направить, когда у тебя не получается. И причем есть артисты там среднего возраста, есть самые старшие, которые прям вот старейший театр. И они между собой еще друг друга советы дают. И даже ты иногда можешь дать кому-то совет, если что-то видишь. И мне очень нравится, что у нас в этом смысле довольно отзывчивый коллектив. Знаешь, просто мы еще систили, о чем говорить, когда не о чем говорить, да? И после того, как скажу я шутку, мы смеемся, да? Шутка. А вот это уже мастерство. Я всегда вспоминаю своего мастера Юрия Ивановича Долгиха. Пока учились, он говорил, что, ребят, вы всегда будете волноваться. Есть артисты, которые, как вот Фаина Георгиевна Раневская, он всегда про нее любил историю рассказывать, как она готовилась к спектаклю и постоянно волновался. Я постоянно помрешь, прям выталкивал на сцену. И так здорово. Вспоминаешь мастера. Как-то легко на душе. Мне вот это помогает настраиваться. Артистка тут нашла сердце. Последний день, с начашкой волны. Бей, Балер! Бей, Балер! Бей, Балер! Бей, Балер! Бей, Балер! Бей, Балер! Естественно, есть очень важный момент, твой дебют. Когда ты первый раз выходишь с какой-то ролью на сцене. Да. Тут все подбегают, обнимают. Или там последующая какая-нибудь премьера, более крупные роли. Тут тоже там подходят коллеги и поздравляют. Ну вот, с крупной работой поздравляю. То есть это еще один шажочек на пути к успеху в нашей профессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok